здравствуйте юрий николаевич приветствуем вас на нашей программе мы знаем что поэзия в вашей жизни было не с самого начала что она пришла в определенный момент и основной род деятельности у вас другой скажите когда она все-таки пришла вашу жизнь и с чем это было связано здравствуйте еще раз ну в первую очередь как раз таки во время занятий вот этим самым другим видом деятельности во время стройки работы как-то где-то в конце 90-х может быть появилось желание чтобы зря не пропадало время что-то рифмовать самые были такие первые невинные попытки как говорится делать стихи но потом это переросло в нечто более серьезное и это уже было связано напрямую с другим видом моей деятельности можно сказать или моего духовного поиска потому что я много лет уже занимаюсь сахаджиогой и наверняка даже зрители отрара могли это видеть мы часто приходили к вам в гости рассказывали о сути метода сахаджиоги вот но то состояние которое приходит во время занятий во время наших медитаций состояние можно его назвать духом состояние духа и вот эту радость вот это вот то что переполняет сердце и душу всегда хотелось уже с годами передать людям и с помощью стихотворных таких занятий будем говорить хотя в прямую поэтам я себя не считаю последний сборник стихотворения называется йога рифмой смысл этого названия это дань йоги как тому источнику вашей поэзии да либо это в этом действительно окроется глубокий смысл да раз раз мы уже говорили о йоге и даже на на телеканале от многие наверно помнят и даже знает да собственно говоря сейчас люди начитаны в интернете все знают все могут знать о строении тонкого тела человека чакрах о каналах и так далее да то есть наслышано и вторая чакра снизу у человека называется свадистан она на самом деле отвечает за творчество если эта чакра начинает нормально работать как-то проявлять свои силы и энергии то вот это творческое начало в человек очень сильно будет отражаться и проявляться у кого-то это бывает даже от рождения скажем есть прекрасные художники которые прямо самого детства может быть нутром чувствуют тонкость линий образов и так далее они выдают это на на публику но здесь благодаря занятиям сахаджи я в общем-то на своем опыте убедился как эта чакра может фактически начинать эту пробуждение и давать какие-то результаты и все же если покопаться в названии йога рифмы может быть вы позиционировали это название как влияние на человеческое сознание может быть именно в слова рифмы до йога рифмы вы вложили такой смысл который воздействует каким-то волшебным образом на читателей ну честно говоря раньше я тоже занимался и публицистикой прозой работал некоторое время внештатным корреспондентом в южанке в наши в панораме ченкента и честно говоря у меня самое слабое место просто ахиллесово питает отдавать название своим материалом честное слово какие бы ни были интервью там материалы я не знал просто как назвать нет такого умения не знаю и вот йога рифмы честно говоря вот первый раз есть немножко так доволен что у меня название получилось довольно значит адекватное и интересное и это правда что именно благодаря сахаджи и благодаря вот этому полученному состоянию жизни это уже не внешне это глубинное значит все темы стихов все образы кита истории которые передаются через эти стихи они напрямую связаны с этим состоянием йоги внутреннего союза своего собственного тонкого я со всепроникающей силой окружающий нас который отворит все вокруг и какие темы наиболее часто избираемой вами возможно существует какой-то определенный ряд тем на которые вы пишете ну в общем то можно было конечно так назвать общий смысл всей моей деятельности в поэтическом смысле это поэзия духа потому что на самом деле если посмотреть современное состояние вот всего даже человечество как бы мы не старались выглядеть красиво может быть надеясь на что-то но все-таки внутри каждый подозревает что какая-то пришла эпоха когда внутри все не устроено когда есть какая-то безнадега которому может быть как-то пытаемся скрыть и поэтому поэзия духа она призвана собственно говоря направить внимание человека на то чтобы мы искали свою суть и гармония и гармония конечно потому что когда состояние духа приходит мы сейчас не говорим о методе о методе каким образом вы это не сделали если вы достигаете состояния духа внутри у вас полный баланс и гармония и радость от жизни от каждого момента от каждого значит а события от встречи от не знаю от каждого листочка от всего чего угодно вы получаете радость и даже если приходят какие-то временные может быть трудности или какие-то проблемы то этот дух ваш внутренний самое главное я составляющее она позволяет вам быстрее и с наименьшими потерями решать эти вопросы поэтому когда вы получаете источник внутри себя вот это спокойствие гармонии то вы можете наоборот дать людям направление дать какую-то надежду может быть чтобы прочитав ваше стихотворение человек еще еще больше не может быть не замыкался или может быть опять же стремился к чему-то лучшему то есть поэтому важная миссия это это важная миссия как как бы это ни звучало может быть громко на самом деле эта миссия есть даже если будет интересно вот в одном месте вы сейчас как раз задали да может быть кусочки если вот один послушаем увидеть радость в незначительных вещах крупицу пользы даже в недостатках дает тому лишь это качество аллах достоин кто благого отпечатка то есть это даже объясняет ваше предназначение да наверное здорово здорово как и еще один вопрос вы говорите о том что вы все таки смотрите интересуетесь современной поэзии современниками которые сегодня творят да а как вы оцениваете уровень современной поэзии если сравнить к примеру с классической до ранее тут важно наверное как бы сказать предмет разговора не простой по крайней мере если бы вы скажем мы оба с вами читали этих поэтов и уже пытались бы обменяться мнением я постараюсь сейчас высказать чисто свое мнение люди пишущие современно даже вот смотришь надо бывает он номинант на различные премии может быть даже член-член соизописателей россии честно говоря немножко вольготно обращается со словом так и допускают какие-то может быть вольности которые в принципе в классике когда раньше недопустимо было бы а в каком тираже вышел ваш сборник йога рифмы и вообще как какие сложности именно с созданием собственных стихотворений сборников ну сейчас может быть опять же если мы говорим о каком-то упадке может быть образовательного уровня или еще чем-то таком то собственно интерес вообще печатному слову к поэзии тем более потому что это тонкая форма произведений он несколько упал конечно и просто так взять что-то напечатать довольно таки сложно возможно это не коммерческий материал из-за этого поэтому я ограничиваюсь пока сам из датам для друзей для подарков но если вдруг кто-то найдется интересующийся такими высокими вещами и сможет помочь как-то организовать проект распечатку то мы конечно пойдем на на контакты с удовольствием выпустим что-то все-таки хотелось бы раз уж мы сегодня подняли тему именно сборника ваших стихотворений который называется йога рифмы хотелось бы узнать расскажите зрителям о чем стихотворение в этом сборнике какие именно темы вы затрагиваете в этих стихотворениях но это можно сказать что определенном смысле квинтэссенция всех этих 20 лет стихотворного творчества там просто разместил я в порядке хронологии такой некой жизнь жизнь с детства начинается с детства до какие-то детские стихи о том как дети видят этот мир о том как мы взрослые можем подарить радость им через стишочки вот эти потом постепенно человек растет значит он обращает внимание на красоту матери земли там выражает каким-то образом благодарность тому что мы здесь живем и пользуемся ее благами потом постепенно идет его рост поиск самого себя немножко рассказа о йоге о моем пути уже в сахарь йоги о том опыте который поимели мы здесь чтобы было понятнее для наших телезрителей я вот открыла оглавление сборника и хочу зачитать название разделов которые как раз таки выстраиваются согласно хронологии первый раздел называется родом из детства второй мир в котором мы живем то есть начинается уже осознание себя как личности дай далее новые времена то есть человек вступает возможно во взрослую жизнь до следующий раздел называется изменяющий мир то есть личность осознает что она значима в этом мире что она может что-то изменить что-то сделать да и последний раздел называется божественный мир ну это скорее уже к такой части жизни которая находится на стадии заката да когда мы находимся ближе к богу это верно да единство что могу чуть-чуть подправить что божественный мир собственно говоря он хоть в детстве хоть то есть он на протяжении за это состояние в котором мы живем то бишь но приходя к этому состоянию поэтому в конце сборника идет этот раздел что мы пришли к этому состоянии и уже через эту призму видим все вещи в мире здесь интерес сейчас вот вы зачитали изменяющий мир тоже мне честно говоря захотелось бы прочитать если это возможно одно из таких любимых моих стихотворений собственных хотя а на средине ахаджи на средине это наш человек наши из нашей азии так сказать который изменил который изменил мир да собственно говоря вот очень большая связь идет между вот способностью человека изменять этот мир и собственно говоря самим самой вот этим божественным составляющим потому что она ведь проявляется может и в простоте не обязательно какая-то заумность какая-то там супер религиозность какие-то может быть протокольные вещи показать себя таким серьезным вот хаджан асаддин один из тех который мог очень просто своим отношением к жизни к людям как раз таки выразить что такое есть божественный мир внутри нас вот если вы позволите то в те дни светлее бухары была лишь мекка и медина счастливее не было поры когда встречали на средина вздохнет дихканин или кузнец размяв потруженные спины вернет им радость наконец задорный голос на средина мула неправ и бай жесток давно знакомая картина умеет выследить порог язык разящий на средина мрачнее тучи злой мир трясутся все пред господином в разгаре самым прерван пир смутьяном этим на средином опутан город вековой шпионов липкой паутиной но никогда народ простой властям не выдаст на средина зацвел раскидистый миндаль испеет сочная малина забыл бедняк свою печаль услышав байки на средина зовет свобода слова в путь прощай родимая долина пол мира может обогнуть послушный ослик на средина плывут года за веком век удачный день или зла година восточный помнит человек веселый образ на средина великий мастер побеждать нахальство глупости кручину умеющий любить мечтать таким мы знаем на средина пусть занесла кого куда слепая времени машина джану попробуй иногда похожим быть на средина здорово здоров спасибо большое но я вижу что вы принесли гитару с собой вы хотите нам исполнить композицию расскажите ну да одна из частей деятельности такой это уже чисто для интереса своего это делать ремейки значит на готовые на готовые песни потому что ну писать музыку как-то не получается сегодня хотите исполнить но одна из любимых моих групп и собственно грязь юности еще и была группа scorpions очень мелодичная западно-немецкая группа вот ну и песня у них есть одна ритм любви ну я попробовал вложить свой смысл в эту песню попробую много песен было спета о любви сердце это сила в генах и в крови к солнцу прорастает маленький росток душу наполняет радость и поток все что существует знает ритм любви ритм любви свежем запахе души ритм любви в оперении жар птицы ритм любви в материнской нежной ласке ритм любви и в любимой старой сказке ритм любви спасибо вам юрий николаевич за то что нашли время пришли беседу удалась просто на ура очень плодотворная благодарю вас мы хотим вручить вам подарок это полезные завтраки хит из натурального сырья наших отечественных казахстанских производителей компании радуга вот принято пожалуйста на здоровье и еще конечно читайте нашу газету работ будьте в курсе событий спасибо большое вам спасибо